Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем говорить о группе частей речи, которые относят к служебным. Обратите внимание на условное обозначение. При выполнении того или иного задания следует поставить видео на паузу. Выполненное задание можно проверить по ключу. Отметьте, что о служебных частях речи вы уже знаете, а что вам еще предстоит узнать. Вы уже знаете, что все части речи в русском языке делятся на две группы – самостоятельные и служебные. Междометие – это особая часть речи, которая не относится ни к тем, ни к другим. О самостоятельных частях речи вы говорили в шестом классе, в седьмом, и очень хорошо их знаете. Попробуйте вспомнить, какие три служебные части речи есть в русском языке. В качестве подсказки я вам предлагаю лингвистические загадки-монологи служебных частей речи. Объединять и связывать стараюсь я равных и неравных в нужный час. Порою я совсем не повторяюсь, порою повторяюсь много раз. Уверена в этой загадке вы узнали союз. В предложении на службе с падежом всегда я в дружбе. На него показываю и слова все связываю. Уверена, вы узнали в этом монологе предлог. Действительно, к служебным частям речи в русском языке относятся предлоги, союзы и частицы. Обратитесь к учебной информации на странице 179 и, используя опорные вопросы, попробуйте составить таблицу отличительные признаки самостоятельных и служебных частей речи. Ваша таблица может быть приблизительно такой. Характеризуя служебные части речи, следует отметить, что они не имеют самостоятельного лексического значения, служат для связи слов-предложений, выражают дополнительные смысловые оттенки слов или предложений. Они не изменяются и не имеют морфологических категорий. Не являются членами предложений и к ним нельзя задать вопрос. Служебных слов по сравнению с самостоятельными гораздо меньше. Но по частоте употребления служебные слова превосходят самостоятельные. В некоторых языках предлоги и артикли составляют до 40% всего текста. Одному моему знакомому пришло такое сообщение. Сердечно поздравляем юбилеем, желаем успеха в делах, счастья, жизни, крепкого здоровья, прилетаем завтра 9 утра, Сидоровы. Что необычного можно заметить в этом сообщении? Думаю, что здесь речь идет не только об отсутствующих знаках препинания. Вы обратили внимание на то, что в этом сообщении не используются ни предлоги, ни союзы. Попробуйте расшифровать данное послание, используя служебные части речи. Составьте свое СМС-сообщение, в котором пригласите друзей на какое-либо торжественное мероприятие. На предлоге мы сегодня остановимся более подробно, охарактеризуем предлог как служебную часть речи, а также узнаем, какие бывают предлоги по строению и происхождению. Слово-предлог, как и многие лингвистические термины в русском языке, пришло из греческого языка и буквально означает «перед словом». В русском языке не так много предлогов, однако это одна из самых употребительных частей речи. Например, предлог «в» возглавляет список самых частотных слов, а предлог «на» в этом списке находится на четвертом месте. Попробуйте прочитать высказывание Михаила Михайловича Пришвина. Не возникает ли у вас затруднений при чтении и понимании данного предложения? Действительно, грамматическая связь слов в этом предложении нарушена. Восстановите высказывание писателя, вставляя где-то необходимо пропущенные предлоги. В данном предложении были пропущены предлоги «в» и «с». Восстановленное предложение выглядит так. В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда. И как звезда погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ. Выпишите из этого предложения словосочетание с предлогами. Укажите, какую роль они выполняют. При затруднении обращайтесь к учебной информации на странице 180. Определите, с какими падежами употреблены предлоги. Выполняя это задание, поставьте видео на паузу. Проверьте свой ответ. Проверьте свой ответ. Имеют ли значение предлоги? Попробуйте исключить эту служебную часть речи из следующих словосочетаний. И вы увидите, что сразу нарушится не только грамматическая, но и смысловая связь. Предлог «к» указывает направление в сторону кого-либо, чего-либо. Предлог «из» направление откуда-нибудь, источник, место, из которого исходит что-либо. Предлог «в течение» указывает на время. Как мы видим, предлоги могут передавать различные смысловые отношения между словами. В книге «Русская морфология» мне встретилось вот такое интересное изображение. Как вы думаете, что можно проиллюстрировать данным рисунком? Действительно, здесь изображены предлоги, которые выражают различные пространственные отношения. Какие еще отношения могут быть выражены предлогами, вы узнаете после изучения теоретического материала на странице 180. Все предлоги в русском языке можно охарактеризовать по происхождению и построению. По происхождению предлоги бывают производными и непроизводными, а по строению – простыми и составными. Обратитесь к учебной информации на странице 182 и ответьте на вопросы, какие предлоги называются производными и непроизводными, и как отличить простые предлоги от составных. Охарактеризуйте предлоги в словосочетаниях «подошел к другу», «выучил в течение дня», «по строению» и «происхождению». Выполняя задание, не забудьте поставить видео на паузу. В словосочетании «подошел к другу» предлог «к» является простым, так как состоит из одного слова, «непроизводным», так как не образован от других частей речи. В словосочетании «выучил в течение дня» предлог «в течение», «составной», потому что в его составе два слова, «производный», потому что образован данный предлог от имени существительного. Обратите внимание на следующее предложение, в каждом из которых есть слово «рядом». В зависимости от контекста это слово может относиться к разным частям речи. В первом предложении «рядом с» – это производный предлог. Он связывает слова в словосочетании «был рядом с чем», «рядом с домом». Во втором предложении слово «рядом» является наречием. Оно относится к глаголу и отвечает на вопрос «где?» «была где?» «рядом». В третьем предложении слово относится к существительному. «любовался чем?» «рядом». У этого слова есть начальная форма – ряд. Оно изменяется. Сегодня вы узнали, какие части речи в русском языке относятся к служебным. Познакомились с их особенностями. Узнали о предлоге, как служебной части речи. Смысловых отношениях, которые могут быть выражены предлогами. Разрядах по происхождению и строению. Для закрепления изученного материала выполните упражнение 377-382. В случае затруднения обращайтесь к материалам видеопрезентации или к учебнику.